Так, 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 не сбавляем градус, не сбавляем градус. Если всё нормально, то эта реакция должна выйти после Смайл и Чарли Пута, которые максимально меня просто развлекли. Я серьёзно, я сейчас нахожусь в абсолютно приподнятом настроении. И захожу я с этим настроением, как вы думали бы, кому? К Заре Ларсен. У нас на очереди Зара Ларсен. И, собственно, по её биографии я вам не сильно могу что-то сказать, по-моему, она из Швеции. Вот, шведская поп-певица. А сейчас я хочу поговорить о том, что Зара Ларсен очень талантливая девушка. Начиная с того, что она, в принципе, завоевала мир ещё в далёком-далёком, уже, наверное, от нас, не помню, честно, точно, в 15-м году или 16-м, но у неё был трек Lush Life. Его же все слышали, верно? Все слышали. Если не слышали, то вот вам Ларсен. Она, знаете, составляет такой контингент крутых европейских певиц. Именно европейских, то есть не британских, а вот в целом европейских, которые вот отсюда, отсюда, отсюда. И в целом эту музыку можно охарактеризовать как европоп, но всё равно она очень часто пробивается на мировой рынок. И в конкретном случае с Зарой у неё есть коллабы и с Дэвидом Геттой, у неё есть коллабы там с прочими рэперами, да, я сейчас не смогу назвать, но если посмотреть на неё, на её творчество, то она довольно быстро потеряла эту самую мировую популярность. То есть если брать на начало её карьеры, да, вот когда Lush Life и прочее, там дебютник у неё выходил, очень много было шума вокруг неё, потому что вот это новый исполнитель, боже, давайте её скорее слушать, всё дела. Сейчас же всё как-то подутихло, я бы даже сказал не сейчас, а давно подутихло, и теперь она составляет просто, ну, такая рядовая европоп-исполнительница, которая из раза в раз дропает хорошую музыку, поп-музыку, это очень важно. То есть такой себе жанровый ремесленник. И это здорово. Но хотелось бы больше внимания к таким персонам, которые действительно вот то же самое Карли Рэй Джепсон. Вот казалось бы, хит Call Me Maybe, да это же просто, вот вы, ну, я даже ничего вставлять не буду, потому что Call Me Maybe, я знаю, все абсолютно слышали на этой планете, все кто только можно. Вот. И по-моему даже, я не знаю, Карли Рэй Джепсон, она из Америки, наверное, да, но так или иначе всё равно, у неё тоже крутая карьера, у неё тоже крутые песни, и до сих пор, но сейчас она угасла в плане популярности, не в плане творчества, это две разные вещи. И теперь очень сложно обратно выбиться на те самые Олимпы, для того, чтобы вашу музыку, их музыку, вернее, послушало огромное количество людей. Сейчас у нас в руках трек Love Me Land. Я не знаю, как это переводится, возможно, это аллегория по типу Диснейленд, только Love Me Land, да? Хотя тут не одним словом написано, тут раздельно. И давайте послушаем. Обложка у этого сингла любопытная, потому что, если мы посмотрим, то она, знаете, такая довольно вызывающая. Интригует, интригует. У меня мурашки пошли. Ну-ка. Вау! Как мне нравится все это, ребят! Кстати, блин, уже 30 секунд прошло, но этот переход, который... How do you... И так далее. И этот бит, и этот весь голос, который находится практически в одиночку на этом бите, да, или на этом инструментале... Можно заново? Я очень хочу заново это послушать. И начало еще такое, знаете, про... Сразу мурашки бегут. Это просто офигеть. Мне очень интересно припев услышать. Это был припев, типа? Нет, 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 мне все понравилось. Мне все понравилось. Я просто к тому, что... Я не ожидал, я думал, что будет еще что-то, потому что это больше было как предприпев, похоже на предприпев. Слушаем дальше. В таких треках обычно, в структуре, припев идет потом. Это не такой, прям, помощнее. Зара, вообще офигеть. Я не ожидал, честно скажу вам. Я признаюсь абсолютно честно, когда я думал о том, снимать ли мне реакцию Назару Ларса на этот трек, да? У меня уже есть много песен. Ну, не слишком, но до десяти точно. Песен Зары Ларсен, которые я люблю и слушаю. И они даже некоторые для меня очень много-много значат. Все равно у меня были такие, знаете, небольшие сомнения. Я думал, типа, вот, ну, послушаю я Зару Ларсен, и что? Типа, ну, вдруг, вдруг мне не понравится. А вдруг это как-то пройдет мимо меня, и, ну... Знаете, вот иногда вот реакции, когда пилю, у меня вот возникают такие сомнения, вдруг я ничего не смогу сказать по поводу трека. Потому что для меня это самое главное. Если я просто буду сидеть слушать, и даже после трека не смогу ничего про него сказать, то к черту такие реакции. Я просто максимально приятно удивлен и обрадован тем, что этот трек является таковым. Ребята, он очень крутой. Несмотря на то, что здесь нету внятного припева, я бы сказал, мне очень дико понравилось, во-первых, вступление, которое очень такое эпичное, знаете, напоминает заставку какой-то компании, кинокомпании. Вот. Плюс у нас идет дальше такой, знаете, размазанный вокал, слоями просто большими, огромными слоями, и потом дальше резко это все обрубается, и идет одиночный бит, какой-то электробит. И потом дальше уже зара просто вступает своим голоском, и сразу забирается просто наверх, оп. То есть, how dare you? А потом, how dare you? Что-то вниз там пошла. Понимаете? То есть мелодический рисунок вырисовывается очень четко, и он больше похож не на волну какую-то красивую, а на просто кардиограмму. Понимаете? Вот, ну честно, вот не ожидал, не ожидал. Вот, признаюсь, не ожидал. Поэтому, да, когда я не ожидаю от исполнителей такие крутые треки, они появляются, и они мне очень дико нравятся. Вот это прям действительно эмоции такие, которые, ну, не поделать. Вот, не поделать их. Поэтому, да. Слушайте, ждем дальше от Зары Ларсен. Я очень рад, что это новая эра, я так понимаю, да? Это, скорее всего, лид сингл. Welcome в мой плейлист again, так сказать. И я просто очень дико хочу, чтобы она продолжала, и надеюсь, что я не пропущу от нее новые релизы, и альбом, может быть, даже будет в скором времени, откуда мы знаем, вдруг он будет ближе к лету, в конце лета вернее, а может быть, осенью. Но главное, чтобы не в следующем году, а то я не хочу так долго ждать. Как вам Зара Ларсен? Как вам ее трек Love Me Land, который мы сейчас только что с вами послушали? И, в принципе, как вы к ней относитесь? И ждете ли вы после такого, как и я, ее следующий альбом? Обязательно делитесь этим в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в следующей реакции. Фух, как я обожаю эту пятницу. Всем пока.